Что продавать на Etsy? Почем мягкие игрушки? Приветствую вас, друзья! С вами Прохоровская Светлана. Это видео-ответ на вопрос мастера в комментариях. Почем мягкие игрушки? Почем продукция в виде игрушек из мультфильмов, в образах? И мы с вами посмотрим с самого начала. На что я обращаю внимание, когда готовлю консультацию, когда делаю анализ? Посмотрите, я немножечко расскажу. Очень часто я обращаю внимание, первым делом, на сколько товаров выложено по этому запросу. То есть игрушки, 1 509 000 товаров, 979 000, вот такие результаты. Итак, на что я еще обращаю ваше внимание? На что вам посмотреть? А для кого вы продавать собираетесь эти игрушки? Это будет для детей, для маленьких детей. Это будет интерьерная игрушка, для взрослых на подарок. На самом деле это очень важно. Получается, смотрите, Baby Toys, Toddler Toys Kids, то есть это разное направление, разные игрушки, точно так же, как мягкие интерьерные игрушки. И вам важно для себя понять, почему. Потому что, когда вы выбираете, например, мягкие игрушки из плюша делать, и у вас есть несколько вариантов выбора из плюша, из тряпичной, например, основы без меха, вы должны понимать, для кого эта игрушка. Почему? Потому что, обратите внимание, Baby Toys, это совсем для малышей. И очень популярно, на первой странице выдачи, какие идут игрушки. 21,99, 18 долларов. Смотрите, это бестселлеры. Это деревянные игрушки. 44,08, 11,63 бестселлеры, 36,54, 41,87, 5,79. И когда мы листаем в выдаче именно Baby Toys, игрушки для малышей, то мы не видим здесь никаких меховых игрушек. И чаще всего бестселлер, что присваивает Etsy за часто самые продаваемые листинки. Поэтому вас должны уже некоторые вещи насторожить, если вы анализ делаете самостоятельно для себя. Смотрите, Toadler Toys. Тоже для деток постарше. Какие игрушки? Цена, само собой, 16,50, 10,57, 11,45, 75, 39. Но мы с вами опять же прослеживаем, что практически вот именно таких с форсой игрушек в выдаче на первой странице очень мало. Плюш, коротенькая ворса, маленькие игрушки. Детки, которые могут это все перебирать, играться, создавать какие-то, я не знаю, образы. Кит стоит для деток постарше. Смотрим с вами дальше. А что же интересно для Кит стоит? Выдают в поиске Etsy. В выдаче 220,571 результат. И тоже пошли игрушки. Возможно, это будут развивающие игрушки. Возможно, это будут какие-то тоже деревянные игрушки. Возможно, это будут игрушки как для наполнения домика, либо сами домики. Смотрите, тоже игрушек именно с мехом, на меховой основе на первых страницах практически нет. Очень мало. Ну и мы с вами открываем то, что нам интересно сегодня. Это софт, то есть мягкие игрушки. Но мягкие игрушки бывают какие? Ткани тоже же бывают разные. Цена 38 долларов, 40, 60, 96, 35, 62, 57, 29, 83, 19, 66, 34, 80, 13, 54, 56, 84, 197, 62, 34, 80. Но часто мы нацелены, если это мягкие игрушки, то это плюш, например, либо мех. Но за границей их называют софт-тоис. И смотрите, когда мы открывали эту вкладку софт-тоис, и у меня стоит в поиске игрушки из всего мира, они бы с любой, получается, страны 88 тысяч результатов выдачи. А если я ставлю United States, то выдачи 25 тысяч результатов. И здесь вам тоже должно насторожить. Почему? Потому что мастера из США продают именно софт-тоис намного меньше, получается, чем все остальные мастера мира, которые участвуют на этом сайте. Об этом вы тоже должны задуматься. Есть выдачи ragdoll. Это, получается, дословно тряпичные куклы. Ragdoll – 32 327 результатов. А есть тряпичные игрушки. Ragdoll – 21 454 результатов. Очень часто на ragdolls у нас говорят тильда. Но это более, ну, скажем так, русскоязычное такое название. Обратите внимание, когда вы будете анализировать и подбирать теги для себя, как называют вашу игрушку, ваши изделия за границей, как привыкли называть иностранные покупатели. Итак, смотрим цены по ragdolls. 55 долларов, 97 долларов, 45 долларов, 27, 14, 24, 59, 75 долларов, 20, 6, 99 – это паттерн, 59 долларов, 104, 40, 72, 72, 40 долларов, 24, 28 долларов, 14, 98, 4, 95 – это паттерн, 49, 30, 18 долларов, 97. Паттерн – это как пошить, сделать самому. 45 долларов, 160 долларов пара, 98, 60. Итак, заглянем с вами дальше на плюшевые игрушки. Плаш той – 120,898 результатов. Смотрим на цены. 19 долларов, 95, ну, это что-то такое для сохранения игрушек. 118, 15 – это получается на заказ по рисунку ребенка. Индивидуальная игрушка. 67 долларов, 40, 67, 39 долларов, бестселлер. 25 долларов, бестселлер. Другая игрушка, 25 долларов, бестселлер. Смотрите, 23, 26 – бестселлер. Бестселлер дает Экси. И мы с вами крутимся, да, вот примерно от одной и той же цифры. 20, 30 долларов – это получается что? Масс-продажи. И мы, осмотря на анализ, да, мы видим, а по каким ценам, да, чаще всего люди уже покупают. 140 долларов, 27 долларов, 34, 80, 43, 32, 490 долларов, 30, 50, 27, 74, 10, 45. Цены абсолютно разные. И все зависит от, что материала, мастерства на заказ, большая и маленькая эта игрушка или нет. Дальше смотрим с вами плюшевые игрушки из United States. Получается, в выдаче предыдущей было плюшевые игрушки со всего мира, да, со всех стран, которые продают на Экси. А здесь в половину меньше, 53,363 результата. Получается, я внимательно обращаю при анализе и смотрю, если я готовлю консультацию, получается, из какой страны, какие результаты по выдаче. Почему? Потому что 60-70% посетителей Экси, что англоязычные, 60 где-то процентов, 58, 59, 60, вот где-то так колебалось в прошлом месяце, это из Соединенных Штатов. И нам важно с вами понимать, а какие изделия чаще всего продают мастера этой страны. Потому что если вы мастер, вы можете что выбрать материал, который вы будете использовать для изготовления ваших изделий. Поэтому смотрим дальше. Staffed Animal. Staffed Animal в выдаче 244,998 результатов. Но вместе с тем переводится не сильно красиво. Staffed – чучело животного. Но вместе с тем это что? Игрушки. Игрушки из меха. Смотрите, такой милый смешной лось. На нем что-то написано по желанию клиента. И это бестселлер, стоит 32 доллара. Потом 28 долларов, 67. Зайчики – бестселлер, 28 долларов. Мышка – 25 долларов, бестселлер. Обратите внимание на этих симпатичных милых зайцев. На ушках что-то написано. Написаны чаще всего либо имена, либо какие-то пожелания, которые хотят написать там клиенты. В этот милый пингвин без распродажи 30,95, с распродажей 27,85. И на нем что есть? Персонализация по желанию клиента. 6,99, 18 долларов. 24,95. На ушках слоненка тоже что-то написано. Вышивка индивидуальная по желанию клиента. 20 долларов. 40 долларов. 390, 18 долларов. Что я хочу еще заглянуть? Мне очень понравился раздел «Драконы». Был вопрос в комментарии от мастера. Что, вернее, я переспросила. А вы внимательно обращаете на соблюдение авторского права? Почему я это спросила? Почему? Потому что за границей это в какой-то мере, естественно, наказуемо. В лучшем случае вы получите бан, ваш удалят листинг. В худшем случае закроют ваш адсимагазин, если это магазин. А самым худшим вам придет претензия и с определенной уплатой либо налогов, либо выгод, которые вы получили. Поэтому с авторским правом нужно быть очень аккуратным. Оно интересное, соблюдать его нужно, но нужно быть очень аккуратным. И смотрите, мы смотрим с вами «Драконы». Драконы в последнее время популярны, во всех фильмах используются. И не обязательно копировать драконы, либо какую-то игрушку из успешного мультфильма, фильма. Вы можете это сделать самостоятельно. Очень часто на Эдсе продаются очень хорошо драконы и другие такие необычные животные, которые придумывает мастер в силу своей фантазии. И, например, 100 долларов цены, 99 долларов, 25 долларов бестселлер, 20, 88. Кто-то слепо копирует и делает игрушки, как в фильмах. А кто-то об этом задумывается и может, что купить лицензию. На самом деле не все компании продают дорогие лицензии. Если лицензия будет стоить 100, 10, 20, 30 долларов или 100 долларов, если вы понимаете, что ваши игрушки при этом будут очень хорошо продаваться, то по всей вероятности есть смысл купить лицензию, выставить ее в своем Эдсе-магазине и спокойно работать и продавать. Если вы узнавали, поделитесь своими наблюдениями по поводу лицензии. Сколько стоит лицензия, например, на продажу изделий от какой-то известной компании. Я еще не смотрела, поэтому я еще смотрю Fantasy Animals. Очень вот именно в этом разделе, в этой категории 22 854 результата, очень интересные игрушки, да, 120 долларов, 2700 долларов. Это больше интерьерные, подарочные, необычные игрушки. 1050 долларов, 470 долларов, 268 долларов, 280 пара драконов. Маленькие статуэтки 21, 32, 22, 49, 45 долларов, 75 долларов. Вот в этом разделе собраны игрушки 280 долларов из разных материалов, разной сложности работы, разного наполнения. И чаще вот именно в этих разделах игрушки, которые предназначены в интерьер на подарок уже взрослым людям. Если вы делаете мягкие игрушки, маленькие, да, то их носят и их дарят не только детям, а более уже подросткам, что можно прикрепить к своей сумке, к рюкзаку, да, украсить, получается, свое пространство. Поэтому тоже задумайтесь изначально, а для кого вы создаете свои игрушки. Для взрослых на подарок, для уже взрослых, подростков, детей, взрослых людей, либо в интерьер, либо коллекционерам, либо любителям вот всевозможных фэнтези-фильмов. И для них будут покупать эти игрушки на подарок и дарить с удовольствием и с радостью. Поэтому, если у вас есть вопросы, задавайте. Если вы решили продавать игрушки, цены на игрушки совершенно разные. Если мы говорим о крупных фэнтези-дорогих игрушках, это может быть от 100 долларов и более игрушка. Если мы говорим о ходовых таких часто продаваемых игрушках, это мы с вами посмотрели, да, средняя цена, которая самая покупаемая, продаваемая, 20-30 долларов. Мы смотрели с вами бестселлеры. Получается, ваша задача определить для себя, что и ассортиментную линейку, и ценовую линейку, и для кого вы собираетесь продавать. Эти моменты, эти основы на самом деле очень важны. Смотрите, вот из файлтинг, да, 169 единорог, тоже очень красивый, тоже на фоне природы сфотографирован, очень хорошо его видно в потоке. Еще я хочу вот напоследок в видео обратить ваше внимание, что на фотографии есть простые фотографии, да, а есть фотографии на фоне природы, которые обрастаются, и они видимы сразу же, да, в потоке. Поэтому обращайте внимание на ваше заглавное фото, обращайте на ваш ассортимент и цены, обращайте внимание, для кого предназначены игрушки, согласно этому подбирайте свои поисковые теги на Etsy. Если у вас есть вопросы, задавайте под этим видео. С вами была Прохоровская Светлана, и удачи вам ванной Etsy. Пока!